Беседа 31, Римлянам 16.5 Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Думаю, что многие, даже считающие себя весьма ревностными, оставляют без внимания эту часть послания, как бесполезную и не заключающую в себе ничего важного. Полагаю, что они рассуждают подобным образом и о родословной, помещенной в Евангелии. Так как она представляет список имен, то они и заключаются и заключают, что отсюда нельзя извлечь большой пользы. Но золотых дел мастера собирают и мелкие опилки, а эти люди проходят мимо и больших слитков золота. И так, чтобы они не подверглись этому, и сказанного прежде достаточно, чтобы удержать их от такой беспечности. А что и отсюда может быть немалая польза, это мы уже доказали в предыдущей беседе, когда такими приветствиями возбудили ваше внимание. Попытаемся теперь также извлечь из этого места благородный металл, потому что и в голых именах можно открыть великое сокровище. Если вникнешь, почему Авраам назван этим именем, почему названы Сарра, Израиль, Самуил, то и из этого извлечешь сведения о многом. То же самое ты можешь извлечь для себя из наименования времен и мест. Внимательный человек отсюда обогащается, а нерадивый не получает пользы и от самого очевидного. Немало обучают нас любомудри имена Адама, его сына, жены и многих других, потому что имена – памятники многих событий. Ими выражается и Божие благодеяние, и благодарность матерей, так как матери, зачавшие в очреве по обетованию Божие, воспоминания такого благодеяния Божие, и давали детям имена. Но зачем теперь нам любопытствовать об именах, когда не родят о многих изречениях Писания, когда неизвестны самые имена многих книг? Однако же и в таком случае не следует пренебрегать знаниями относительно этого. Подобало бы, говорит, отдать серебро торгующим. Итак, хотя бы и никто не захотел воспользоваться этим, мы сделаем свое дело и докажем, что в Писании нет ничего лишнего и без цели сказанного. Если бы и в настоящем месте не заключалось ничего полезного, оно не было бы приложено к посланию, и Павел не написал бы того, что написал. Но есть люди настолько нерадивые, легкомысленные и недостойные неба, что считают излишними не только имена, но и целые книги, как-то книгу Левит, Иисуса Новина и многие другие. Многие из таковых безумцев отвергли весь Ветхий Завет и, дав волю этому злому навыку, убавили много и в Новом Завете. Впрочем, нам мало теперь дело до таких нетрезвых умов и живущих по плоти людей, а ревнитель любомудрия и любитель духовной беседы пусть знает, что в Писании даже, по-видимому, маловажное сказано не напрасно и не без цели, и что Ветхий Завет заключает в себе много полезного. «Все сие были образы для нас» в 1-й конечном 10-11, говорит апостол. «Потому и Тимофею он сказал, посему занимаясь отчетением, утешением, побуждая его читать все книги Писания, хотя он имел такой духовный дар, что изгонял бесов и воскрешал мертвых. Но обратимся к предмету речи. «Приветствуйте Эпенета, возлюбленного моего!» Из этого можно видеть, что апостол воздает каждому особую похвалу. И быть возлюбленным Павла, который умел любить не из милости, но с разбором, такая похвала немала, а напротив, очень велика, и показывает в Эпенете много добродетелей. Потом следует другая похвала, который есть начаток Ахаии. Этим апостол показывает, что Эпенет, или прежде всего притек ко Христу, и уверовал, что также составляет немалую похвалу, или показал благочестие больше всех остальных. Потом, сказав, что есть начаток Ахаии, апостол не умолк, чтобы не стал ты здесь разуметь мирскую славу, но присовокупил во Христе, если первенствующий в гражданских делах считается великим и знаменитым, то тем более первенствующий в делах духовных. И так как Эпенет, как вероятно, был низкого рода, то апостол указывает истинное его благородство и преимущество, и этим украшает его. Он говорит, что Эпенет и не для одного коринфа, но для целого народа был начаток, то есть сделался как бы дверью и входом для прочих. А таким дается немалая награда, потому что такой человек получит великое воздаяние и за добродетели других, как немало содействовавшие им вначале. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Что это? Опять венчается и восхваляется женщина, а мы, мужчины, опять пристыжены, или лучше сказать не только пристыжены, но и почтены. Почтены тем, что у нас есть такие женщины, а пристыжены тем, что мы, мужчины, далеко отстаем от них. Но если постараемся узнать, чем украшаются эти женщины, то и мы вскоре уподобимся им. Чем же они украшаются? Пусть слышат это мужчины и женщины. Не перстнями, не ожерельями, не евнухами, не служанками, не злототканными одеждами, но трудами за истину, которая много трудилась для нас, говорит апостол. То есть не за себя одну, не для собственного только усовершенствования в добродетели она трудилась. Как и ныне делают многие женщины, постясь и ложась на земле, но и для спасения других, принявшие на себя подвиги апостолов и евангелистов? Как же Павел говорит, а жене учить не повелеваю? Он запрещает женщине занимать почетное место среди церкви и заседать на возвышении, но не запрещает учить словом. В противном случае, как он мог бы сказать жене, имеющей неверующего мужа, что откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа? И как мог позволить женщине, обучая детей, говоря, спасется через чадороди, если будет вере в любви, в святости с целомудрием? И как же Прескилла наставляла вере Аполлоса? Итак, апостол запрещает в этих словах не частные, наведательные беседы, но собеседование в общих собраниях, что прилично одним учителям. И опять, когда муж, человек верующий, вполне совершенный и могущий учить жену, но жена мудрее его, то апостол не запрещает ей учить и исправлять. И здесь он не сказал, которое многому научило, но много потрудилось, давая тем разуметь, что Мария, кроме слова, служила иным образом, именно тем, что подвергалась опасностям, давала деньги, совершала путешествия. Ведь тогда женщины были неустрашимы и львов, и разделялись апостолами труды и проповедничества. Почему с ними вместе путешествовали и служили во всем остальном, и за Христом следовали женщины, служившие имуществом своим, и ухаживавшие за учителем? «Приветствуйте, Андронику, Андроника и Юнии, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами, прежде меня еще уверовавших во Христа!» Хотя это кажется похвалой, однако же следующее гораздо важнее. «Вот величайший венец! Вот громкие слова «узники со мною!» Где же был пленником Павел, называющий их своими соплеменниками? Сопленниками! Пленником он не был, но пострадал больше всякого пленника, так как не только был разлучен со своим отечеством и домом, но боролся с голодом, непрестанной смертью и тысячами других несчастьй. Для пленника то в особенности ужасно, что разлучаемый со своими, он часто делается из свободного рабом. А здесь можно указать бесчисленное множество искушений, каким подвергался блаженный Павел, влачимый с места на место, бечуемый, связываемый, побиваемый камнями, ввергаемый в море, окруженный тысячами злоумышленников. Пленники после отведения в плен не имеют уже ни одного врага, но пленившие их прилагают о них большое попечение. А Павел всегда находился среди врагов. Везде видел копья, изощренные мечи, ополчения и битвы. А так как и бывшие с ним по необходимости участвовали во многих опасностях, то он и называет их своими сопленниками, как и в другом месте говорит Аристах, который был узником со мною. Потом следует новая похвала, которые трудились с апостолами. Конечно, и быть апостолом важно, но посуди, какая великая похвала, что они прославились среди апостолов. Прославились же они своими делами, своими заслугами. Вот каково было любомудрие этой женщины, удостоившейся наименования апостольского. Но Павел на этом не останавливается, а присоединяет еще другую похвалу, говоря «И прежде меня еще, уверовавших во Христа». И это предупредить других и прийти прежде, есть весьма большая похвала. Смотри же, сколько святая душа Павлова чиста была от тщеславия. При всей своей славе Павел предпочитает себе других, не скрывает того, что пришел последний, и не стыдится признаться в этом. И чему удивиться, если он не стыдится этого, когда он не отказывается раскрывать и прежнюю жизнь свою, называя себя хульником и гонителем, а так как он не мог предпочесть их в этом другим апостолам, тот искал того, кто пришел ко Христу после других, именно себя, и из этого составил им похвалу, говоря «Приветствуйте Ампилия, возлюбленного мне в Господе». Апостол опять обращает к похвалу любовь свою, потому что любовь Павла была любовь для Бога и заключала в себе бесчисленные блага. Если великим считается заслужить любовь царя, то какая похвала быть возлюбленным Павлу? Если бы он не обладал многими добродетелями, то не привлек бы его любви к себе. Апостол не только не любил живущих худо и беззаконно, но даже предавал проклятию. Так, например, говорит «Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. И если кто вам будет благословать не то, что вы приняли, да будет анафема. Урвана, спаспешника нашего во Христе. Приветствуйте, сотрудника». Это похвала больше предыдущей, потому что и в ней заключается и предыдущая. «Истахия, возлюбленного мне, и опять венчает тем же. Приветствуйте и Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Ничего не равняется с этой похвалою. Быть безукоризненным и не подавать даже поводок к укоризне в делах по Богу. И когда апостол говорит, которые искусные во Христе, он разумел всякую добродетель. Почему же апостол не употребляет в приветственных своих таких выражений «господина моего такого-то», «владыку моего»? Потому что та похвала важнее этой. И апостол не случайно почтил их одинаковой похвалой, приветствуя многих низших наряду с высшими и знатными. Тем, что приветствует их и приветствует вместе с другими в том же послании, апостол оказал всем равную честь. А тем, что каждого хвалит в частности, представил нам особый добродетель каждого. И это он делает для того, чтобы не породить зависти, почтив одних и не почтив других, а также чтобы не смешать недостойных с достойными и не довести до неразумения, удостоив той же чести всех и не одинаково достойных. «Смотри же, как апостол опять обращается к славным женщинам, сказав, приветствуйте иродиально сродника моего, приветствуйте из домашних наркистов, которые, вероятно, были не таковы, как прежде упомянутые, почему и не названы по именам. И воздав им надлежащую похвалу именно, что они были верны, что и означает слова «в Господе», добавляет «приветствуйте Трифену и Трифосу». «Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась в Господе». Апостол о Марии говорит, которая трудилась для нас. Об этих же женщинах говорит, что они еще трудятся. Немало это похвала, всегда быть в деле и не только содействовать, но и трудиться. А Персиду апостол называет возлюбленной и показывает, что она выше упомянутых перед нею. Опять говорит «приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Так умел он назвать каждого по достоинству, одних поощряя к большему усердию тем, что никого не лишает принадлежащего ему, но возвещает и о малейшем преимуществе каждого, а других делая более ревностными тем, что возбуждает в них своими похвалами соревнования к делам первых. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе и Матерь его и мою». И здесь опять все хорошо, когда такой сын, такая мать, дом, полный благословений и корень, соответствующий плоду. Апостол без основания не сказал бы «Матерь его и мою», если бы не свидетельствовал этим о многих добродетелях женщин. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев». Здесь смотри не на то, что апостол перечислил их, не приписав им никакой похвалы, но на то, что хотя они были и гораздо ниже всех, однако же удостоились его приветствия. Лучше же сказать и то немалая похвала, что называет их братьями, равно как и других с ними святых, когда говорит «Приветствуйте филолога и Юлию, Нерея и сестру его и Олимпана и всех с ними святых». Вот самое высокое достоинство неизреченной величия чести. Потом, чтобы не подать повода к расприям тем, что одних приветствует так, а других иначе, одних по имени, а других вообще, одних с большими, а других с меньшими похвалами, апостол опять уравнивает всех равночестием, любви и святым лапзанием, говоря «Приветствуйте друг друга с целованием святым, приветствует вас все церкви Христовы». Этим миром он удаляет от них всякий помысл, могущий смутить их, и всякий повод к малодушию, чтобы высший не презирал низшего и низший не завидовал высшему, но удалены были презрение и зависть, а святое лапзание все умиротворило и уравнило. Поэтому не только повелевает им приветствовать друг друга, но и посылает им приветствие всех церквей, говорит «Приветствует вас, не того или другого в частности, но всех вообще, церкви Христовы». Замечаешь ли, какую немалую пользу мы получили от этих приветствий? Сколько сокровищ мы прошли бы мимо, если бы этой части послания не исследовали с отщательностью, разумея и такое, какая была для нас возможна. А если бы отыскался мудрый и духовный муж, то он проник бы глубже и увидел бы больше жемчужин. Но так как иные неоднократно спрашивали, почему апостол в этом послании многих приветствует, чего он не делал в других посланиях, то можно бы сказать на это, что апостол поступает таким образом потому, что еще никогда не видел римлян. Но на это скажут, что он не видел и колоссян, однако не делает этого. Но римляне были знаменитые прочих и в Риме, как и в более безопасном и столичном городе жили, переселившиеся туда из других городов. И так как они жили на чужой стороне и имели нужду в большем покровительстве. Некоторые же из них были лично знакомы у Павла, а другие, находясь в Риме, весьма много служили ради него. То и естественно было апостолу похвалить их в послании. Ведь и тогда слава Павла была немало, но настолько велика, что удостоившиеся его послания в самом этом Писании находили для себя большую защиту. Павла не только уважали, но и боялись. Иначе он не стал бы говорить так. Сия заступница многим была и мне самому. И еще молился бы я, чтобы самому быть отлученным. Он и в послании к Силимону сказал, Павел, старец, ныне и узник Иисуса Христа. А в послании к Галатам, вот я, Павел, говорю вам, еще приняли меня, как Иисуса Христа. Также в послании к Коринфянам говорит, и как я не иду к вам, то некоторые возгордились. И еще. Это я приложил к себе и к Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверхнаписанного. Из всех этих мест видно, что о Павле все имели высокое мнение. Потому желают, чтобы они были в безопасности и в уважении. Апостол приветствует и отличает каждого по возможности. Одного назвал возлюбленным, другого с родником, иного возлюбленным и с родником, иного с соплеменником, одного с поспешником, другого искусным и новоизбранным. Равным образом и касательно женщин он указывает название. Так Фио назвал не просто служительницей, потому что в противном случае он также наименовал бы и Трифену и Персиду. Но говорит, что она имела и рукоположение деканисы. Одну называет спаспешницей и сотрудницей, другую матерью, относительно третьей указывает труды, какие она понесла. Иным он обращает в похвалу славу их дома. Других приветствует именем братья и святых. Одних отличает тем, что удостаивает приветствие, других тем, что приветствует по имени. Иных тем, что именует начатком, а иных отличает по старшинству. Более же всех восхваляет Прескилу и Акилу. Хотя все они были верные, но не все были равны между собою. Различались друг от друга подвигами. А потому апостол, побуждая всех к большим трудам, не утаил ничьей похвалы. Ведь если бы более трудящиеся получали небольшую награду, многие сделались бы более нерадивыми. Потому и в Царстве Небесном не всем равная честь. И между учениками Христа они все были равны. Но трое превосходили прочих. Даже между этими тремя было опять много различия, так как у Бога соблюдается во всем точность, в высшей степени. И звезда от звезды, как сказано, разница во славе. Хотя все были апостолами, все двенадцать должны были сесть на престолах. Все оставили свое и последовали за Христом. Однако же он избрал троих. И опять и об этих троих он сказал, что иные зайбут место ниже, а другие выше. Он сказал, а сесть по правую или по левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано. Петру отдает перед ними первенство, говоря, любишь ли меня более сих? А Иоанн любил его более прочих. И испытание всех вообще будет строгое. Хотя бы ты немного превосходил ближнего, хотя бы это преимущество было весьма мало и даже ничтожно. Бог не оставит и его без внимания. Это ясно можно видеть и в Ветхом Завете. И лот был праведен, но не так, как Авраам. Тоже иезекия, но не столько, как Давид. И все пророки, но не так, как Иоанн. Итак, где те, которые при таком правосудии Божьем не допускают существования гиенны? Если праведники не все получат равные награды, хотя бы и мало превосходили друг друга, ибо звезда от звезды, как сказано, разумствует во славе, то как же грешники получат одно и то же с праведниками? И человек не допустит такого слияния, а тем более Бог. Но если угодно, я докажу вам это различие и строгое правосудие на самих грешниках и на основании того, что уже произошло. Смотри же, согрешил Адам, согрешила и Ева. И хотя оба приступили заповедь, однако же не в равной степени согрешили, почему не одинаково и наказаны. Различие было так велико, что Павел сказал, не Адам прельстился, но жена прельстившись спала в преступление. Хотя прельщение было одно, однако же по строгому испытании Божьей оказалось такое различие, что Павел мог сказать это. Опять, Каин наказан. А Ламех, после него совершивший убийство, не понес подобного наказания, хотя и здесь убийство, и там убийство. Даже Ламехово убийство гораздо ужаснее, потому что Ламех и под воздействием примера не сделался лучше. Но так как он убил не брата и не после сделанного ему вразумления, не имел нужды в обличителе и не отвечал с бесстыдством на вопрос Божий напротив, никем не обличаемый сам себя укорил и осудил, то он и получил себе прощение. А Каин, поступивший совершенно иначе, был наказан. Заметь, с какой точностью Бог испытывает каждое дело. Поэтому иначе он наказал живших перед потопом и иначе садамлян. И израильтян он также различно наказывал, и в Вавилонии, и при Антиохе показывать, что он строго взвешивает наши дела. Одни работали 70, другие 400 лет, иные ели собственных детей и перенесли тысячи других ужаснейших бедствий. И при всем том не получили избавления как израильтяне, так и те, которые заживо сгорели в Содоме. Сказано, отраднее будет земле Содомской и Гоморской, нежели городу тому. И если бы Бог не наблюдал за тем, грешим ли мы или делаем добро, то, может быть, было бы некоторое основание сказать, что нет наказания. А если он так много печется о том, чтобы мы не грешили, и употребляет такие большие меры, чтобы исправить нас, то очевидно, что он наказывает и согрешающих, и венчает делающих добро. Обрати опять внимание на непостоянство в суждениях большинства людей. Здесь жалуются на Бога, что он часто, бывая долготерпелив, и равнодушно взирает на то, что многие злодеи, распутники, притеснители остаются без наказания. Там опять горько и сильно ропщет на то, что Бог угрожает им наказанием. Хотя, конечно, если последнее огорчает их, то первое следовало бы восхвалять и одобрить. О, безумие! О, скотское и ослинное рассуждение! О, грехолюбивое и преданное пороку душа! Ведь все эти суждения происходят от любви к удовольствиям, а если бы рассуждающие таким образом захотели прилепиться к добродетели, то они скоро убедились в их гиене и не стали более сомневаться. Спрашиваешь, где и в каком месте будет гиена? Но что тебе до этого за дело? Нужно знать, что она есть, а не то, где и в каком месте скрывается. Некоторые пустословят и говорят, что она находится на Иософатовой долине, основываясь на том, что здесь была какая-то давняя война и теперь превращая ее в гиену. Но Писание этого не говорит. Ты спрашиваешь, в каком месте будет гиена? По моему мнению, где-нибудь вне всего этого мира. Как царские темницы и рудокопни бывают вдали, так и гиена будет где-нибудь вне этой вселенной. 850, том 9. Итак, станем спрашивать не о том, где она находится, но как избежать ее, а также на том основании, что Бог не всех наказывает здесь, ты не должен не верить будущим наказанием, ведь он, человеколюбив и долготерпелив, потому угрожает и не тотчас свергает в гиену. Не хочу смерти грешника, говорит он. А если нет смерти для грешника, то это напрасно сказано. Знаю, что для вас всего неприятнее речь о гиене, но для меня нет ничего приятнее этого. О, если бы вы и за обедом, и за ужином, и в бане везде беседовали о гиене, тогда мы не сетовали бы на настоящие бедствия и не услаждались бы земными благами. Да и что ты назовешь несчастьем? Нищету, болезнь, плен, лишение членов тела? Все это достойно смеха в сравнении с будущим наказанием. Хотя бы ты указал мне на томящихся всегда от голода, на лишенных зрения с младенчества. На живущих нищенством. И это ничего не значит в сравнении с будущим мучением. Потому будем непрестанно говорить о гиене, память о которой не допустит нас спасть в нее. Или ты не слышишь, что говорит Павел, который муку примут вечную от лица Господня. Или не слышал, каков был Нерон, которого Павел называет антихристовой тайною. Тайна, беззаконие, говорит он, уже в действии. Итак, что же, неужели ничего не потерпит Нерон? Ничего не потерпит антихрист? Ничего дьявол? А следовательно, антихрист и дьявол всегда будут, потому что оставшись без наказания, не оставят злобы своей. Да, говоришь ты, всякому известно, что есть наказание и гиенна. Но впадут в гиенну одни неверующие. Почему же, скажи мне? Потому, отвечая, что верующие познали своего владыку. Что же из этого? Если жизнь их нечиста, то они подвергнутся за это большему наказанию, чем неверные. Те, которые беззаконно согрешили, беззаконно и погибнут. А которые подзаконом согрешили, по закону осудятся. И еще раб, знавший волю Господина своего, и не сделавший, бит будет много. Но если это сказано без цели, и нам не придется отдавать отчет жизни, то и дьявол не будет наказан, потому что он знает Бога лучше многих из людей, и все бесы знают Бога, трепещут его и признают судьею. Значит, если не потребуется от нас отчета в жизни и в злых делах, то и бесы избегнут наказания. Нет, это не так. Не обманывайте сами себя, возлюбленные. Если нет гиенны, то как же апостолы будут судить 12 колен Израилевых? Как же, Павел говорит, не знаете ли, что мы будем судить и ангелов, а не только дела житейские? Для чего же Христос сказал, мужи и ненели восстанут на суд и осудят род сей? И земле Содомской и Гоморской отрадней будет день судный. Итак, зачем ты шутишь тем, чем шутить не должно? Зачем ты обманываешь себя самого и вводишь в заблуждение душу свою? Зачем борешься против Божьей человеколюбия? Бог уготовал гиенну и угрожает ею для того именно, чтобы мы, сделавшись от страха, лучше не впали в нее. Таким образом, кто не позволяет говорить о гиенне, тот незаметно делает ничто иное, как этим обманом толкает и ввергает другого в гиенну. Не ослабляй же рук подвязающихся в добродетели, не усиливай нерадения в людях, погруженных в сон. Если бы большинство людей поверили, что нет гиенны, то когда они отстанут от порока? Где же явится правда? Не говорю о правде в отношении к грешникам и праведникам, но в отношении к грешникам и грешникам. Почему один наказан здесь, а другой не наказан за один и тот же грех? Или гораздо более тяжкие грехи? Если нет гиенны, ты не в состоянии будешь отвечать на такое возражение. А потому и прошу вас оставить такую смешную мысль и этим заградить уста возражающих против этого. В самых малых делах, как худых, так и добрых, будет строгое испытание, и за нескромный взгляд мы подвергнемся наказанию, дадим отчет за праздное слово, за смех и злоречие, за помысл и пьянство, а равные в добрых делах за чашу студеной воды, за ласковое слово, за один вздох получим награду. Сказано, даст знамение на лицо стенящих и болезнующих из Икиля 9.4. Как же ты смеешь говорить, что Бог с такой строгостью испытующий нашу жизнь напрасно и без причины угрожает гиенную? Прошу тебя, не губи такими суетными надеждами себя самого и тех, которые верят тебе. Если ты не веришь нашим словам, спроси иудеев, еленов, всех еретиков, и все они как бы одними устами ответят, что будет суд и воздаяние. Но тебе недостаточно человеческого свидетельства? Тогда спроси самих бесов и услышишь, как они вопиют. Для чего ты пришел прежде времени сюда мучить нас? Матфея 8.29. Сообразив же все это, убеди душу твою, не предаваться суетным мыслям, чтобы она на опыте не изведала гиенны, а напротив, уцеломудрившись по мышлениям о гиенне, могла бы не только избежать будущих мучений, но и получить будущее благо, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.